Миссия университета Это готовить кадры для всех отраслей медицины Но область медицины очень сильно изменилась за последние годы Если раньше это было непосредственное взаимодействие врач-пациент То сегодня это сложная технологичная область Где значительную долю времени занимает именно сложные лабораторные и инструментальные исследования Особенно молекулярно-генетические, которые обеспечивают персонифицированное лечение пациентов И за молекулярно-генетическими методами идут и методы биоинформатики, анализы больших данных И, конечно, дефицит кадров в России в отношении вот этих компетенций Просто огромный факультет как раз закрывает вот эти области Почему это не выполнено на лечебном, например, факультете? Потому что программа лечебного факультета просто не позволяет ввести в себя весь объем данных И весь объем предметов, которые требуются для решения этих задач Кроме того, факультет готовит кадры под разработку новых продуктов и медицинских изделий И эта задача на сегодняшний день в том числе поставлена и правительством Российской Федерации Что нам необходимо создавать свои продукты для медицины И практически отсутствуют кадры на сегодняшний день, которые могли бы представить весь процесс разработки Начиная от молекулярного моделирования и заканчивая клиническими исследованиями И факультет решает и эту задачу в том числе Программы в области биологии и биотехнологии в Первом медицинском университете на самом деле уникальны Уникальность заключается в том, что в университете создаются производственные мощности Для создания продуктов генной клеточной терапии В 2024 году открывается производственная лаборатория на ограниченный объем производства И мы надеемся, что в 2027 году закончится строительство лабораторий на достаточно масштабное производство таких продуктов И соответственно все программы по биологии, по биотехнологиям Они включают практические аспекты контроля безопасности, производства этих продуктов И соответственно у студентов будет возможность поучаствовать в том числе и в различных компонентах разработки этих продуктов О других вузах наша программа отличается, наверное, своей направленностью на основные проекты Стратегические проекты по программе «Приоритет 2030» Поскольку у нас есть вектор на клеточные технологии И связанные в связи с этим потребности в ученых, в исследователях, в специалистах по лабораторной диагностике То и предметы у нас не разделяются четко на направление биоинформатики На направление четко медицинской информационной системы, например, у кибернетиков Они проходят существенно и вопросы физико-химических технологических процессов, биотехнологических процессов Они проходят молекулярное моделирование и биоинформатику Проходят также и существенные модули по статистике биомедицинской, анализ выживаемости И другие вещи, связанные с нашим проектом по клеточным технологиям В значительной степени первые три года программы синхронизированы Наверное, за исключением большего числа часов по биологии, химии, математике, информатике, программированию Но следующие три года они фактически включают дисциплины, которых нет на лечебном факультете Это биотехнологии, это клиническая лабораторная диагностика, это биоинформатика, это программирование, это кибернетика Это специальности, которые как раз обеспечивают те компетенции, которые невозможно дать силу наполненности программы Программа факультета фундаментальной медицины от программы лечебного факультета Отличается, прежде всего, существенно второй своей частью специализации Мы ориентируемся на углубленное изучение как физических, так и информационных технологий для кибернетиков И биотехнологии и химии для медицинских биохимиков В частности, у нас есть большой курс теоретической, физиологической и клинической кибернетики, продлевающийся на несколько лет У нас есть основы обработки данных НГС, биоинформатика, медицинской информационной системы Которых на старших курсах лечебного факультета уже нет Но при этом у нас есть и на выбор несколько дисциплин именно лечебных И в зависимости от того, в какую науку, каким технологиям будут ближе наши выпускники Они смогут изучить дополнительно и углубленно акушерство-гинекологию Хирургию, нейрохирургию, урологию или что захотят, какой захотят курс по своему выбору Базовыми кафедрами для этого факультета является кафедра физики, математики и информатики Для специальности по кибернетике и по химии для медицинских биохимиков Именно на этих кафедрах проходит основное обучение И мы стараемся привлекать максимум людей, которые занимаются наукой в этих областях Для того, чтобы они читали лекции, вели практические занятия И мы стараемся максимум компетенций, которые присутствуют в Санкт-Петербурге С точки зрения научных учреждений предоставить обучающимся на факультете К фундаментальным дисциплинам на нашем факультете можно отнести как обычные медико-биологические дисциплины Такие как анатомия, биология, так и физику, математику и химию И мы подходим от общего к частному, то есть от теории У нас достаточно обширный курс физики, 10 зачетных единиц на 2 года У нас большой курс высшей математики, тоже на 10 зачетных единиц на 2 года И только после того, как они изучают основные фундаментальные вещи Они переходят уже к теоретическим основам медицинской статистики, например Я уже упомянул, что на практике начинают ребята работать уже с первого курса Но они как бы шаг за шагом понимают глубину математических обоснований для этих форм И на старших курсах уже появляется и физиологическая, и клиническая кибернетика В котором ребята обсуждают математические модели, основанные опять же на тех же базовых основах, полученных на первых курсах Поэтому постепенно от фундамента к практике ребята поднимаются от первого курса до шестого Наш отдел стал базой для научных исследований, проводимых в рамках образовательных программ студентов нового факультета фундаментальной медицины Поскольку факультет фундаментальной медицины готовит врачей-исследователей Конечно же, формирование научных компетенций и формирование компетенций к научному анализу и синтезу является важнейшей частью образовательного процесса с моей точки зрения Научно-исследовательская работа включается на всех этапах образовательного процесса для студентов нового факультета Это и практические, и лабораторные работы, задания для самостоятельной подготовки и инициативное участие в научных проектах, реализуемых на базе научной инфраструктуры университета Среди перспективных научных проектов, в которых принимают участие нынешние студенты факультета включает в себя разработку продуктов генной и клеточной терапии в частности, Т-клеток с химерным антигенным рецептором продукты на основе гемопатических стылых клеток с редактированием генома Также стоит упомянуть интересные научные проекты по исследованию иммунофенотипа клеточных популяций при заболеваниях почек в области нефрологии и исследования в области патогенеза онкологических заболеваний Среди научных задач, которые решают студенты нового факультета, является дизайн, планирование исследований, работа на высокотехнологичном аналитическом оборудовании в частности, проточность флюориметрии, аппараты для полимеразной цепной реакции, секренаторы, в том числе секренаторы нового поколения клеточные культуральные работы, биоинформатическая обработка полученных данных Роль медицинских информационных систем постоянно растет и переоценить ее сложно Поэтому студенты, обучаясь на факультете фундаментальной медицины, должны, во-первых, знать, из чего состоят медицинские информационные системы как они программируются, они должны как минимум уметь поставить задачу техническим специалистам по их связи с врачами создать хорошее техническое задание, ну а как максимум возможно и поучаствовать в разработке отдельных модулей, отчетов и так далее Медицинские информационные системы должны в настоящее время поддерживать и интеллектуальные модули Сейчас развиваются системы распознавания образов, нейросети, для того, чтобы успешно решать задачи диагностики по изображениям или по собранным данным, аномнистическим и во время лечения И во всем этом наши студенты, я надеюсь, будут успешно участвовать Если мы говорим о применении методов биоинформатики в медицине, то это, конечно, в первую очередь новые методы диагностики с применением различных способов секвенирования, которые позволяют применить персонализированный подход к пациенту и заболеванию Это также новые методы разработки лекарств с помощью компьютерного моделирования Ну и, конечно, различные научные фундаментальные исследования с использованием методов биоинформатики И, конечно, проблемы разработки новых алгоритмов и способов принятия решений также актуальны в медицине Биоинформатика — это междициплинарная область, которая родилась на стыке разных наук — биологии, химии, физики С другой стороны, это цифровые технологии, применение искусственного интеллекта, статистики, математики И все это вместе сварилось в биоинформатику То есть это применение цифровых технологий в области биологии, химии и смежных специальностей И если мы говорим о медицине, роль ее в медицине, то давайте начнем с того, что ни одно современное исследование Практически ни одно не обходится без вычислительных методов, в том числе и биоинформатики И медицина, как представитель такой науки с высокой ответственностью, непосредственно нуждается И обогащается новыми технологиями, новыми методами, новыми знаниями, которые позволяют взглянуть на проблему патогенеза с абсолютно новой точки зрения И, конечно, решить такие нетривиальные задачи, касаемые человеческого здоровья На сегодняшний день выпускники факультета по медицинской кибернетике могут работать медицинским статистикам, аналитикам данных, программистам Врачом функциональной диагностики, врачом клинической лабораторной диагностики Но наша, конечно, мечта заключается в том, чтобы основной фокус был в биоинформатических исследованиях и разработке новых продуктов Медицинский биохимик может работать врачом клинической лабораторной диагностики и судебным медицинским экспертом С точки зрения медицинских специальностей, а с точки зрения смежных специальностей И он может работать монитором клинических исследований, научным сотрудником и как раз участвовать в разработке каких-то продуктов уже на этапе инвитро-инвиво-испытаний Выпускники нового факультета получат возможность для трудоустройства в активно развивающейся области высокотехнологичной медицины и биотехнологий В частности, вступить в исследовательские команды при испытании новых лекарственных препаратов При доклинической разработке новых лекарственных средств и продуктов клеточной генной терапии И, конечно, мы рассчитываем, что выпускники факультета присоединятся к команде университета для развития направления производства генных и клеточных продуктов С точки зрения практических навыков у выпускников будет возможность самостоятельно выполнять ПЦ-реакции, секвенирование, иммуноферментный анализ, western blood То есть все то, чему не учат на сегодняшний день на лечебном факультете и что абсолютно необходимо для научной траектории в области медицины На факультете фундаментальной медицины у нас сделано достаточно много новых работ по лабораторных работ, как по физике, так и по химии с физико-химическими методами У нас технологии программирования студенты начинают осваивать с первого курса и продолжают в течение трех лет Поэтому у нас достаточно практическая направленность прямо с самого первого курса Кроме того, на первом курсе студенты делают научно-исследовательскую работу И наши ребята, например, в кибернетике уже обсчитывают статистику для ординаторов и даже для аспирантов Хочу сказать, что сейчас вообще существует дефицит кадров в мире Так как в настоящий момент генных данных, например, накоплено колоссальное количество Которое превышает все данные в астрономии и социальных сетях Поэтому, конечно, нужны специалисты, которые будут все это анализировать Хотела бы сказать, что биоинформатика только набирает сейчас свои обороты в России Так как мы должны быть самостоятельны и независимы в собственных разработках Помимо этого, если мы говорим о науке, то российская популяция достаточно неизучена И нам нужны специалисты, которые будут заполнять эти белые пятна Ну и если говорить о всей России, то большее количество высококвалифицированных кадров Позволит распространению и развитию передовой науки во многих регионах нашей страны В прошлом году на специальность по медицинской биохимии было подано 47 заявлений на одно место В области специальности медицинская кибернетика было подано 6 заявлений на одно место Поэтому конкурс чуть ниже, чем на лечебном факультете Что, наверное, должно воодушевлять На самом деле я был очень удивлен составом студентов, которые пришли на мой факультет Мы ожидали, что большинство будут использовать эту траекторию для того, чтобы потом перейти на лечебный факультет Или стремиться к лечебным специальностям На самом деле первый набор показал, что действительно есть очень много выпускников школы, кто интересуется наукой Готов участвовать в разработке нового, внедрении нового в медицину И это потрясающе Мы стараемся дать соответствующий уровень знаний для того, чтобы эту мечту реализовать Ребята с нашего первого приема очень заинтересованы в учебе Конечно, не без сложностей Они физики, математики в основном после школы И предметы чисто медицинские им даются, может быть, чуть сложнее, чем лечебникам Но при этом они заинтересованы уже сейчас в научных и практических применениях приложениях своего будущего образования В частности, сегодня они под руководством нашего доцента Никиты Борисовича Маргарянцы Находятся на Невском радиологическом форуме И занимаются в мастер-классе по УЗИ Что очень приятно в полном составе Конечно, я бы выбрал этот факультет Потому что за этими специальностями будущее Я люблю смотреть в будущее И надеяться на то, что прогресс в медицине будет только ускоряться Когда я учился на математико-механическом факультете нашего университета Я выбирал между двумя специальностями, которые совсем не похожи на программирование и математику Это была юриспруденция и медицина Я был уверен, что медицина никаких связей никогда не будет иметь с программированием И наша медицинская кибернетика как раз показывает, насколько информационные технологии нужны в медицине И насколько интересен этот стык Я бы, конечно, пошел на такой факультет Если бы у меня была такая возможность во время Ну, прежде всего, из-за назревающих революционных изменений в области медицины К которым я бы хотел иметь отношение и принимать непосредственное участие Конечно же, да Потому что в свое время я получила классическое фундаментальное биологическое образование И мне приходилось многое добирать самой Наш же новый факультет представляет собой не только фундаментальное образование Но и программа насыщена различными междисциплинарными предметами Которые помогут будущим выпускникам научиться разговаривать на разных научных языках И понимать специалистов из разных научных областей И я абсолютно убеждена, что передовая наука и строится за счет таких широких междисциплинарных специалистов Продолжение следует... Продолжение следует...